У меня было достаточное количество антител. Я до этого болел. Я пошел, поставил себе. Главврач Федерального центра травматологии и ортопедии Владимир Пелегончук с пандемией борется радикально. Привил себя и 99% коллектива. Остальные с медотводом, одна антипрививочница. В препарате ограничительных мерах эти врачи ведут единственный способ обезопасить свое здоровье. Однако в вопросе выдачи QR-кода более лояльны. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с января 2022 года получить код можно будет с наличием антител. Но важный момент. Помимо этого у человека должен быть и положительный ПЦР-тест. А у того, у кого есть антитела, но нет ПЦР. У нас же многие безсимптомно переболели. А у них хороший титр антител. Чисто клинический, как клиницист. Я поддерживаю и об этом дальше говорю, что да, нужно человеку выдать документ, что он переболел, у него уже есть антитела, и он совершенно спокойно может дальше работать и посещать все места массовые. Какие антитела? Раз. Второе. Здесь необходима стандартизация. Какой уровень антител мы можем брать за основу для того, чтобы выдавать QR-коды. Какими тест-системами проводилось исследование? По мнению других специалистов, понимание государством политики принятия решений в отношении переболевших и вакцинированных только начинается. От того слишком много белых пятен. Сейчас длительность кода по умолчанию 6 месяцев. Однако по уровню антител нельзя точно определить дату болезни. И что тогда брать за отправную точку для расчета срока QR-кода? Еще один большой нюанс. Контакт с вирусом, считают местные врачи, не дает стопроцентной гарантии иммунитета от короны. Сейчас ведь очень много среди нас находится людей, у которых инфицированы коронавирусной инфекцией. И здесь не факт, что этот человек переболел. Он мог просто контактировать с больным коронавирусной инфекцией. В этом плане организм может отвечать на встречу с вирусом, выработкой антител. И вот в этом еще один аспект неоднозначности принятия такого решения. Большинство врачей говорят, доживем до января и ситуация станет понятнее. В разработке конкретных норм опираются на исследования, которые еще продолжаются. Кстати, по мнению медиков, стойкость к вирусу определяет не столько уровень антител, сколько клеточный иммунитет. Однако диагностировать его возможно, но сложно. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.